ОКОНЧАТЕЛЬНО И БЕСПОВОРОТНО ПРИВЕТСТВУВАС, ДРУЗЬЯ! У АППАРАТА ЗОДИ, НА АППАРАТЕ ИНДИ-ХОРРОР ЗЕ РАДИОСТЕЙШН. РАДИОСТАНЦИЯ, ЗАПАСАЙТЕСЬ БУЛКАМИ, ГОТОВЬТЕ ЛИМОНАД, ДРУЗЬЯ, МЫ НАЧИНАЕМ НОВОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ. МАСАКИ УМЕР. Однажды, проснувшись рано утром, я получил это сообщение. ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИ ЗА ЧТО. НО, НО Я ВИТЬ ТОЛЬКО ВИДЕЛСЯ С НИМ НА ДНЯХ. ЧЕЛОВЕК, СЧАСТЛИВО РАССКАЗЫВАЮЩИЙ О ТОМ, ЧТО ЕГО РАБОТА НА РАДИО ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ, УМЕР? Я И ПОВЕРИТЬ В ЭТО НЕ МОГ. ЕГО ТЕЛО БЫЛО НАЙДЕНО НА РАДИОСТАНЦИИ ПОСЛЕ ОБЫЧНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ. ПРИЧИНА ЕГО СМЕРТИ ДО КОНЦА НЕЯСНА? ДО КОНЦА НЕЯСНА? ЧТО ЭТО ВОБЩЕ ЗНАЧИТ? ПОЛИЦИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ПРОВОДИТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ, НА РАННЕМ ЭТАПЕ КЛАССИФИЦИРОВАВ ДЕЛО КАК САМОУБИЙСТВА. САМОУБИЙСТВА? ПОЛНОЯ ЧУШЬ. В ТОТ ДЕНЬ... В ТОТ ДЕНЬ НА ТРАНСЛЯЦИИ ЧТО-ТО ДОЛЖНО БЫЛО ПРОИЗОЙТИ. Я РЕШИЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫЯСНИТЬ, ЧТО СЛУЧИЛОС С МОИМ БРАТОМ. ТАК, МЫ НАХОДИМСЯ ДОМА, ПОЛУЧАЕТСЯ У СЕБЯ. ЧТО У НАС ДЕСЬ ПО НАСТРОЙКАМ? ВЫКЛЮЧИМ. КЛЮЧИТ МАШИНЫ. БЕРЁМ В ХОЗЯЙСТВУ ПРИГОДИТСЯ ПИСЬМО ОТ ХОЗЯЙНО РАДИОСТАНЦИИ. КЛЮЧ ОТ РАДИОСТАНЦИИ ЛЕЖИТ В ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ МОЕГО ДОМА. МОЖТЕ ЕГО ВЗЯТЬ, ЕСЛИ ОН ВОМ ПОНАДОБИТСЯ. ПОНАДОБИТСЯ ХОШИМОТА. В ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ. В ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ. Если что, ФОНАРЬ ОГРОМНЫЙ. ОГРОМНЫЙ. ОГО. ОГРОМНЫЙ. А ПОЧЕМУ ЭТО ФОНАРЬ ПРЯМ ВОЗЕ ЛИЦА СВОГО ДЕРЖИШЬ? ЛАДНО. ЧТО? ЭТО МИНИ-ХОЛОДИЛЬНИК? ОХ, КАКИЕ ДОРОГИ РОВНЫЕ ТУТ. ТАКСИ, ТАКСИ... А, КЛЮШЬ. ОООО. Ой, а мы что, сами ехать будем? У ты! Так... Нам тогда нужно вон туда? Нет, нам не сюда, почему не туда? Ты что делаешь, да? У тебя есть тут... Ёлки-палки, лучше бы он сам доехал. Тут машина неуправляемая вообще. Да ничего себе. Это прям болит Формула-1 какой-то. Тихо, тихо, аккуратно, стой, 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 стой. Где мы находимся-то? Я ничего не могу понять. Ой, 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 ой. Мост? Где мост? А, я наш... Подождите. Так это совсем не... Мы не вон там вот, получается, где обведенным желтым. Я думал, мы там. А мы были вот отсюда. Вы только сейчас заметил зеленая меткость. Здесь показывают, где мы... Все, я понял. Но и другое дело. Фух. Выйти из машины. Хотя подождите. Нам же, по идее, нужно сначала съездить за ключом к дому. Чему-то. Было же прям так светло здесь хорошо. Стоп. Нет, не покидай. Нужен ключ. Да, 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 да. Сейчас поедем. Это что? Десятьен. Ух ты. Монетка нашлась. Прекрасно. Десятьен. Чтобы купить баночку Пиписи, нужно сто йен. Ладно, будем собирать. Может, насобираем на баночку Пиписи. Стоп. А это внутри там. Да? Ладно, поехали. Так, а едем дальше. А что за дополнительные метки еще слева там и сверху, кроме того обведенного домика? Давайте съездим, посмотрим. А твою дивизию как сложно управлять здесь машиной. Так, давайте съездим туда, просто посмотрим, что там, чтобы знать. Давай, 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 езжай. Я ж дашуся непопытней. Так, это мы где? Это что такое? Что это вообще? Это вывеска, может быть? Покинуть не надо покидать. Я хотел просто отойти с другой стороны, посмотреть. Может, это вывеска, на которой написано было бы, что это такое. Куда я... Приехал? Чёрт его знает. Чёрт его знает. Почему здесь так... Дверей много? Чё это такое? Эм... Странное место какое-то, я не понимаю. Просто какая-то постройка с целой кучей дверей. Может быть, потом... О, здрасте. Кто это был там? Кто-то был. Так, а нас развернули? Я могу спиной вперёд ехать. Класс. А вы так умеете? Давай, езжай. А, да, твою же дивизию. Ой, что ты? Что, через движок установлен? Реактивный, что ли? На ракетном топливе работает... Ой-ой-ой-ой. Шесть. Шесть. что-то там ничего да чтоб ты был здоров как-нибудь предназначить надо как-то развернуться в общем ой жесть таксофон кстати мы здесь можем воспользоваться монеткой кому-то позвонить а зачем нам может потом это понадобится пока что-то и некому звонить на самом деле а что-то еще тут что-то за место странное какое-то вообще это фиолетовый фонарь куты опа а это и так видно цифры один два три четыре один два три четыре к чему это а нет подождите сатири вот так кассета аудиокассета у нас есть куда ее впихнуть кому куда впихнуть кассету так но она у нас есть в принципе да так что можно переключиться на фонарик нормальный было хоть что-то видно ну на если найдем куда впихнуть кассету обязательно впихнем вот это наверняка стоп тоже здесь не спроста здесь можно еще нажимать нет нельзя может быть потом что-то можно будет сделать здесь ладно пока что непонятно здесь можно позвонить куда-то кому-то ну нужно номер возможно знать еще куда кому звонить-то ладно поехали отсюда я теперь едем уже куда собственно нужно что за шлистом было я не знаю вот на едем дальше все нормально ничего не было нам не сюда а здесь тоже что то есть под по идее мы что машину видели кстати говоря как выйти-то как выйти-то еще кассета тут помощь никому не нужна ау 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 что там крыса что ли крысы с пакет мусором с мусором жрут крысы выглядят голодными что-то значит обменять них на что-то пакет с мусором но я его не могу взять кассету не хотите монетку вряд ли так ну здесь что то есть пакет кстати здесь кровь что ли что знает а что дыра а что крысам дать здесь замок туда не пройду но тут есть дыра какая-то может если крысам дать еды то они мне помогут залезу в дыру и там ключ меня притащит оттуда там ключ лежит возможно это ваша замка как раз таки интересно голодная крыса ладно запомним это это мы запомним жалко что не могу пешком пройти потому что на машине здесь кошмара неудобно я бы лучше пешком бегал недалеко и 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 чтобы не цепляясь это за все подряд. Если бы реальная машина так управлялась, если бы люди на лошадях ездили. Потому что это кошмар. Оно неуправляемое. Оно просто неуправляемое. Так, а почтовый ящик нам писали. Что из этого почтовый ящик? Если бы еще фонарик хоть немного светил, он вообще не светит. Да не надо никуда покидать. Мне нужно почтовый ящик найти. Вот он. Ключ от радиостанции. На всякий случай обойдем. Вдруг что-нибудь найдем крысам. Дать, например. А что им дать? Чтобы договориться с ними. Не знаю, что им дать. Но мы можем на радиостанцию поехать теперь. Ладно, поехали. Стой. А вот сюда вот мы можем? Нет, туда мы не можем. Ну давай, выезжай как-то. Теперь отсюда воврули войну. Давай. Тыг-дыг, тыг-дыг, тыг-дыг. Ну давай, давай, давай. Едь. Почему звук пропал? Пропал звук мотора. Ну да ладно, в принципе так только лучше. А то он громкий такой был. Что там было такое? Звук появился. Там что-то было сзади, ничто. Черт его знает. Не знаю, в принципе. Мне без звука нравилось больше. Что это сзади было? Почему так, что-то к нам прилипло или что? Я не понял, что там нужно на замедленной съемке смотреть. На паузе. Да и надо покидать. Что там сзади было? И почему при этом машина беззвучно ехала? Нужен ключ. Ключ у нас есть. Где-то. Вот. Еще одна кассета, тоже в крови. Возьми фонарик. Нам нужно что-то для крыс найти. Сыр, например. Подкупить их сыром. Кстати, тут мы можем кассеты послушать. Давайте мы вначале осмотрим тут все, а потом будем кассеты слушать. Может, еще найдем как раз. Гнилая еда. Рыбку мы дадим крысам. Вот так и договоримся. Кстати, надо бы проверить еще с помощью... Так, давайте вначале с этим фонарем уже допройдем все. Потом пройдем с ультрафиолетовым. Может быть, где-то что-то будет интересное на стене, допустим, написано. Кто его знает. Так, ну, по-моему, мы прошли уже все здесь. Ну, давайте теперь с самого начала только с ультрафиолетовой ушей лампой пройдем вот так. Что за... Сука. Мне показалось ли я где-то вдалеке какой-то звук такой странный слышал только что? Я даже не знаю. Наверное, показалось ли. У меня уже паранойя просто. Может, что-то скрипнуло где-то. Да нет, ничего запрятанного. Никакой надписи я не вижу. Значит, мы сейчас что делаем? Слушаем кассеты, а потом посмотрим, что произойдет, когда мы их послушаем. Что на кассетах? Ну и нам еще нужно сходить... Крысам. Ну да, все, мы все осмотрели, все обошли. Давайте будем теперь все обслушивать. Это ужасы с Масаки. Всем привет. В этой передаче о Масаки читаю страшные истории. Итак, приступим к чтению. Это письмо нам прислала Тока. У моей одноклассницы есть шестое чувство. Эта история будет о ней во время обучения в начальной школе. Эта сила была с ней уже с рождения. До того, как она пошла в школу, это проявлялось не так экстремально. Она не видела призраков четко, лишь туманная фигура, а еще чувствовала, как некоторые места были холоднее других. Но как только начала ходить в школу, стала видеть их все отчетливее. Все началось с того момента, как она поняла, что никто, кроме нее, не видит человека, всегда стоявшего на одном и том же месте. Она говорила, что с тех пор начала испытывать ужас от возможностей видеть подобное. Влюбленная парочка пила чай в кафе, но у парня не было ног. В парке играла миленькая девочка, но при этом была прозрачной. К счастью, она их не слышала. И, возможно, из-за этого они не причиняли ей никакого реального вреда, поэтому, вроде бы, это произошло в пятом классе, когда один призрак начал ее преследовать. Казалось бы, это призрак постоянно что-то говорит, но она не могла его услышать, что ее очень раздражало. Однажды произошел один инцидент. В тот день она заигралась с друзьями, не заметив, как вокруг стемнело. Потому она спешила вернуться домой в одиночестве, а не из-за того, что уже было очень темно, ее пугал даже малейший шум. И тогда она вдруг услышала «Добрый вечер». Обернувшись, она увидела мужчину средних лет. «Ты одна, я могу подвезти тебя до дома». Испугавшись, она отказалась от предложения и попыталась уйти. Но мужчина тут же схватил ее за руку и произнес «Сказал же, я подвезу тебя». Она была настолько напугана, что не смогла проронить ни слова, как вдруг этот мужчина чего-то испугался и убежал прочь. Она взглянула туда же, куда и он, а это был всего лишь обычный призрак. Призрак присматривал за ребенком? Один из семи. Голос моего брата? А в конце что-то было один из семи. Типа мы нашли одну кассету из семи, нам нужно семь кассет найти, чтобы что-то произошло. Он сказал, что есть еще шесть таких кассет. Хорошо, несколько у нас есть. Я должен их найти все. А здесь, кстати, показывает, даже если вдруг мы собьемся со счета. Хорошо. Не очень удобно здесь с субтитрами, потому что иногда они обрываются, перескакивают на следующую фразу, я просто не успеваю вообще дочитать. Ладно. Берем следующую кассету. У нас ведь пропадают те, которые мы уже прослушали. Да, у нас еще две кассеты. Это ужасы с Масаки. Спасибо, что снова с нами. Время страшных историй. Что ж, начнем, как обычно, с письма. У нас тут письмо от Тока. А, тот же человек, что написал прошлое письмо. Последняя история была весьма интересной, так что я с нетерпением жду и этой. Вроде бы это произошло, когда моя двоюродная сестра училась в средней школе. Тогда она была очень подавлена, так как ее семья заболела. То время сестра и по сей день считают худшим в своей жизни. Она ничем не могла помочь своей семье, из-за чего была фрустрирована, встревожена эмоционально нестабильна. Она не могла ходить в школу, не хотела ничего делать и проводила дни, просто глядя на небо и вздыхая. Но все же у нее была одна надежда. Это ее лучшая подруга. С ней она прополадила еще в начальной школе, и они были очень близки. Подруги беспокоились о моей сестре, она поэтому ежедневно приходила к ней домой. Выслушивала ее и сопереживала ее раздраженности и тревоги. Также она рассказала о забавных случаях в школе и смешила мою сестру, тем самым проливая свет на дни, наполненные тьмой. Иногда даже и оставалась на ночь. Однажды моя сестра с нетерпением ждала приезда подруги. Занув на часы она поняла, что прошло уже 30 минут, а ее все нет. Быть может, задержалась в клубе или слишком занята, чтобы прийти сегодня. Думала она про себя. Тиканье часов становилось все громче и громче. Показалось, будто вдалеке она услышала сирену скорой помощи. Затем Зазвонил телефон. Подруга попала в аварию. Ее лучшая подруга исчезла навсегда. Сестра стала во всем винить себя и больше не видела смысла жить, и решила пойти на самоубийство. Когда она уже собралась сброситься вниз с моста, то услышала зовущий ее голос. Несмотря на это, она все равно попыталась спрыгнуть, но голос позвал ее снова. На этот раз перед ней появилось лицо девушки. Это лицо ее лучшей подруги. Сестра была так удивлена и поражена, что не выдержала и заплакала. Она решила жить дальше. Это произошло лишь однажды. Больше она не видела и не слышала свою подругу. Тем не менее, ее подруга всегда была и навсегда останется для нее осознанной. Двея из семьи. Ну что ж, интересная на самом деле история. Кто любит подобные истории, кстати, добро пожаловать на мой второй канал, где уже около тысячи таких историй. Конечно, я его уже год как не веду. Точнее, даже два года уже как не веду. Но там около тысячи таких историй я записал. Давайте дальше слушаем третью. Это ужас у Смасаки. Да, мы снова вернулись. Какая история нас ожидает на этот раз? Давайте читать письмо. Оно оттока. Снова она. Ее история очень трогательная. Так что я с нетерпением жду я этой. Какой призрак появится на этот раз? А вроде бы это произошло, когда моя подруга училась в старшей школе. Ее семья была госпитализирована, поэтому она ежедневно посещала больницу. Эта больница также была и поликлиникой, и с множеством врачей и медсестер, которые постоянно менялись. А видимо, в тот период и происходила смена персонала на новый. Подруга чувствовала, как много изменений произошло в людях. Она перестала узнавать медсестер и видела лишь новые лица. Как обычно, она пошла в больницу, чтобы навестить семью, и в коридоре ей встретилась новая медсестра. Поскольку медсестра вышла со стороны палаты с ее семьей, она вскользь спросила у родных «Снова новая медсестра?» На что ей удивленно ответили, «О ком ты?» «Это мое недопонимание. Об этом, может, эта медсестра вышла из соседней или другой палаты. Но я точно помню, что шла она оттуда, где была моя семья. Меня мучило все больше вопросов, но я старалась не думать об этом. После этого с нами заговорила женщина средних лет, лежавшая на соседней кровати. «Так как это больница, кое-что случается», — сказала она. Немного улыбнувшись, она раздала по конфете мне и моей семье. А между тем, дама была весьма любезна и очаровательна. Через несколько дней я снова приехала к родным и осталась там надолго, не заметив, как пролетело время для посещения. После того, как я отлучилась в ванну, я направлась в палату перед уходом попрощаться с семьей. Тут я заметила, как дверь палаты отворилась, и оттуда вышла та самая медсестра, которую я встречала ранее. Почему-то сразу же, решив спрятаться, я увидела, как она выходит вместе с той дамой из соседней кровати. Дама шла рука об руку с медсестрой. Я забежала в палату и спросила у родных о даме, а тогда они сказали, что дама вышла из палаты одна. И я моментально погналась за ней. Я увидела их в коридоре. «Мэм, мэм!» Крикнула я позади, но они, будто и не услышав, ничего не ответили. Они остановились перед лифтом, и я подбежала ближе. Конечно, медсестра даже и не оглянулась, продолжая идти далее. Наконец, мне удалось их догнать, когда они уже зашли в лифт, и я схватила даму за руку. «Мэм, с вами все в порядке?» Когда я пронесла эти слова, медсестра окинула меня взглядом и исчезла. В лифте остались лишь я и дама, которая так не смогла что-либо вспомнить. Была нажата кнопка «Б2». Как я узнала позже, эта кнопка вела в морг. Куда же медсестра собиралась привезти даму? «Три из семи». Ну как, куда в морг? Кстати, история довольно-таки интересная. Как и предыдущие две, тоже на самом деле мне понравились интересные истории. Действительно интересные. Но нам нужно еще четыре аж-кассеты, получается. Ну, мы можем сейчас отправиться к крысам. А что дальше? Дальше не знаю. Но пока у нас вариантов нет, давайте едем к крысам. Стоп. Вы не слышали тут какой-то звук странный? Да у меня уже паранойя просто. Просто паранойя. Мы еще там позвонить куда-то вроде как могли. Ну-ка, давайте здесь посмотрим, может быть, что-то... Увидим подсказку, куда звонить. Слушайте, может, к телефону нужно съездить? Надо нам все места посетить заново. Давайте по кругу обойдем вот так. С ультрафиолетом тоже. Там вроде как раз нужна монетка, которая у нас есть, 10 йен, для того, чтобы звонок совершить. Может быть, там как раз на телефоне мы увидим и номер, куда нужно позвонить. И не знаю, может быть, нам... За это дадут кассету, например. Вот домой смысла точно ехать нету. Там ничего нету. Я думаю. Поехали вначале к крысам. Если мы до них доедем еще... Давай. Это самое сложное в этой игре. Ехать. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Так, ну, крысы, давайте посмотрим, нате вам рыбу. Ну, кассету мы получили, а сюда, я думал, крысы, может быть, поелезут туда, помогут мне, ключ мне там достанут, например. Вот тут ключ, мне нужно взять этот ключ, а тут замок, между прочим. Ну, там, кстати, вообще непонятно, что это. Я не могу понять, что это. Одна кассета, хорошо, четвертая. Еще три нужно найти. Давайте поедем опять везде, где мы были. Что за звуки? Слышите? Ничего не понимаю. Что-то за звуки были. Я думал, кто-то лезет на нас там или что, на машине. Что это такое? Звинья, что ли? Что-то здесь звенья делают. Торговые автоматы. А, здесь же телефонная будка. Хорошо, ну вот давайте попробуем сейчас. Вот здесь что-то еще, наверное, нужно сделать с этими автоматами. Только не понимаю, что. Давайте осмотрим будку. Может быть, здесь можно что-то... Ну, вот здесь вот куча цифр есть. Может, нужно как-то разобраться, какие нажать. По какому номеру звонить? Один, три, восемь, два, семь, девять, четыре, диез, звездочка, 0,5, 6, что? Это ультрафиолет тут ничего нам не подсказывает, на самом деле, абсолютно. Да не надо никого, никуда покидать. Монетку, таксофон, так. Ты никогда не смотришь вверх, так ведь? А? Что, прав? Твою дивизию! А если бы я не бросил монетку, а просто посмотрел туда? Да твою дивизию! У меня прям черта такая, ребята, я выгорок, я вверх вообще никогда не смотрю. Да и в жизни я никогда не смотрю вверх. Жесть! То есть там звонить в принципе не надо было, номер набирать и так далее. Нужно-то было просто посмотреть вот так вот вверх. Это просто жесть. А я тут пытаюсь разгадать номер какой-то. Жесть! Ладно, нам еще две нужно кассеты в итоге. Здесь мы разгадали, вот. Хорошо. Здесь не нажимается ничего. Да вряд ли в том же самом месте будет еще плюс одна кассета. Уже две кассеты мы здесь получили. Хотя кто его знает. Ну больше я здесь ничего не могу сделать. Нажать вообще ничего не могу. Ничего не нажимается. Здесь вот как бы цифры есть. Что так ярко выглядят. Как будто вот специально, чтобы я что-то... Вот не нажимается. Вот здесь цифры не нажимаются. Черт его знают. Хелсинг игра. Это отсылка к аниме. Хелсинг. Здесь все отсылки. Это же та самая из Меланхолии Харухи Цудзуми. И, кстати, здесь все отсылки к аниме. Между прочим. Хе-хе. Это... Darker Than Black отсылка. Ну, тем не менее, толку от этого нету. Ладно, две кассеты у нас есть. Хорошо, еще две. Поехали тогда сейчас в последнее место. Там, где куча дверей, вообще непонятное место. С кучей дверей. Там, по идее, должны быть две кассеты. Ну, минимум одна. А где тогда еще одна? Черт узнает. Может быть, все-таки у нас дома? Можно, конечно, съездить проверить. Уж она всякие пожарные. Вначале сюда, а там посмотрим. Будет зависеть от того, что мы тут найдем. Склад. Это у нас склад. Ну, что-то на склад не похоже. Склад чего? Склад дверей, что ли? Это реально какой-то склад дверей прямо. Какие звуки? Так, мы тут с фонариком ходили. Обычно давайте с ультрафиолетовым теперь. Опа, слушайте. А может быть, если пройти через правильные двери, то что-то произойдет? Так. Ты кто? Ты чего? Диктофон, я ждал кассету. Ничего не вижу. Так, ну-ка, давайте мы еще смотрим. А кассеты-то нету? Что мне диктофон? Мне кассета нужна, между прочим. Вот прямо вот между прочим. Давайте послушаем. Вот здесь диктофон. Хотя тут, конечно, жутко, но черт его знает. Давайте послушаем здесь. Где он? Я его даже не вижу. Вот он. А как его слушать-то? Давайте выйдем туда, где будет светло. Где будет хоть что-то видно. Так, да, будет свет. Так, да, будет свет. Подождите, а как диктофоном пользоваться-то? Я не могу его включить, послушать. Я-то думал, сейчас включу его, просто послушаем, что там. Диктофон. Так. Вот. Так. Так. Может нужно как-то тут записать звуки какие-то Это дверь Да нет, Фрят, я же так не могу, я ничего не вижу вообще Диктофон где-то нужно применить, а где его применить там можно Были ли где-то какие-то Ну тут везде какие-то звуки есть Ну как его применить, у него нет кнопки То есть Я не могу просто в каком-то месте Там где посчитаю нужным Просто включить его и все Ёперс, это столб был Я перепугался Так, и что же теперь Я-то думал, что ну минимум одну кассету мы здесь найдем А нам нужно две Ну давайте мы знаете что Поедем послушаем эти две кассеты Потом смотаемся Домой тогда Может там найдем Черт его знает Я не знаю Хозяину радиостанции Можно еще съездить Домой Давайте сразу к нему смотаемся Здесь там диктофон не поможет Стоп, ну сюда же нельзя заехать Ну что, я вроде пытался уже Стой Нет, сюда нельзя Может еще на склад теперь вернуться с диктофоном? Может быть на складе можно От какого-то автомата что-то там услышать Где-то, например Ну тут ничего не сделаем Тут просто взаимодействовать-то не с чем Но мне нужно именно чтобы была какая-то точка взаимодействия Где я смогу Применить к ней Диктофон Что-то, что издает звук Какой-то, допустим, записать звук Черт его знает Поехали сейчас На склад давайте Диктофон Так, это склад-то налево или направо? Ага, чертов знать, я уже не помню. Нет, не туда, это, а, это склад, подожди, да, нет, подожди, не склад, ну, как, дети, автоматы торговые, в смысле, тот склад, я имею в виду, мне нужен не этот склад, который с дверями. Тут, получается, снизу, я понял, все, запомнил. Две кассеты всего лишь. Ну вот, допустим, мы с диктофоном. Здесь ничего не сделаешь. Диктофон здесь тоже никак, ни к чему применить не получается. Зачем он нам вообще надо? Ладно, едем слушать истории. А там, там уже подумаем, да мы к себе еще съездим. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ее думал осмотреть А что это такое за будка? Мы кстати тут не были, интересно, а ну-ка Не может быть, чтобы прям бесцельная была будка Крови полно? Неужели? Ультрафиолетом? Про ультрафиолетим хорошенько, а вдруг что-нибудь найдем? Кассету я имею ввиду Надпись Странно Нашли новое помещение, а тут вообще ничего Ну так не честно А если попробовать здесь диктофон? А к чему мы его применим? Может быть что-то тут... Стоп, что-то где-то было Может что-то тут произойдет потом Стоп, вот где что-то... В этом мониторе что-то странное Где? Сломай Кассета Отлично Где-то там увидел, что что-то странное Ничего странного не видел Ладно, одну кассету мы нашли Всего лишь осталось найти нам одну кассету в игре Всего лишь одну кассету И как где? Черт его знает И зачем диктофоны? Почему нас закрыли тут? Прости, приехали Нам нужен еще какой-то ключ Потому что там где крысы рядом Там тоже вот что-то Что-то есть Вот по-любому что-то нужно там сделать Только Как туда попасть? Может быть Это самое не ключ А болтарез найти А его как раз может быть мы дома найдем у нас Кстати говоря А тут у нас Что у нас тут рычит? Генератор что ли? А как к нему обычно попадают? Тут же колючий проволок Еще за это самое Заделали А, вон Что? Велосипедный замок А чем мне его? Как мне его? Велосипедный замок У нас есть С диктофоном? Неа Велосипедный замок Он же ключиком открывается То есть нам нужно еще и здесь Тоже ключик А зачем нам сюда? Что-то узнает На самом деле Тут вышка Вышка Ладно Ладно По крайней мере Уже мы Нашли что-то Еще непонятно Что с этим делать Но мы что-то нашли У нас есть Вот там вот вышка Там где Эти самые Где крысы Там тоже что-то Пока что непонятное У нас есть диктофон Который тоже неизвестно Куда применить Пока что слушаем кассеты Потом если ничего не произойдет То едем домой Это ужасы с Масаки Всем привет Как обычно Читаем ваши истории И у нас здесь снова Письмо от Тока А мы уже начинаем Привыкать к ней Пока история Будет на этот раз Это история Это история о девушке Которую недавно Повстречала я На подработке А жизнь Ее была наполнена Ужасными днями С тех пор Как ее брата Госпитализировали Ежедневно Она навещала его И хорошо за ним Ухаживала Извините Это ведь та же самая девушка Что и обычно Да Да Это Тока Прошу прощения Стиль написания Отличается от предыдущих писем Потому я подумал Что другой человек Вернемся к истории Когда Как обычно Я была в больнице Лечивший моего брата Докто Кто Прошу прощения Заглавные буквы Стоят в странных местах Продолжим Он отвел меня В другую палату После некоторого молчания У него осталось Не так много времени Пошла я в палату брата Он улыбался Как и всегда После этого Старалась я Как можно чаще Приходить к нему Когда появлялось У меня Свободное время Так и месяц прошло С доктором Я не общалась Уже около Я не твоя мама Как только Принесла ей эти слова Я заметила Что мальчик Чуть не расплакался Потому принял решение Поискать его мать Вскоре мы нашли ее И они встретились Когда я уже собиралась уходить Мама этого мальчика Взглянула на меня И спросила Это мой дом Прямо за углом Пожалуйста Зайди отдохни В тот момент Я приняла Мама мальчика Меня угостила Чашкой чая И кусочком торта С облегчением Вздохнув Впервые с долгого Время я смогла Расслабиться Столь приятное время Пролетело В мгновении ока Время не позднее Спросили у меня Я тут же взглянула Я на часы И поняла Что у меня остался Свой час До окончания Времени посещения Брата И не заметила я Что осталось Здесь так надолго Мне понадобится Полчаса Чтобы добраться До больницы Моментально Выбежала я Из дома Но поняла Что даже Попрощаться Не успела Должным образом Тогда я Обернулась А этого дома Уже не было Но я не могла Позволить себе Об этом думать Когда я спешила В больницу Зазвонил мой телефон Тихого звука В кармане Я не услышала Прибившись в больницу Я перед дверью Увидела Маленького мальчика Похожего на брата Это показалось Это показалось странным Так что я подошла К нему Почему-то казалось Будто мальчик спросит Сейчас где ты была Пока я страдал от боли В спешке Продолжим Проникает внутрь меня С тех пор С тех пор Мой брат Всегда был рядом И наблюдал За мной Всегда 4 из 7 Ну а лампочка Взорвалась То Большими буквами И Кая Большими буквами То Кая Получается Может это что-то Черт его знает Почему тут так Ничего больше не случилось Только лампочка Просто лопнула И все Ладно Вот здесь вот С субтитрами Проблема Некоторые строчки Появлялись буквально На долю секунды Я вообще не успевал Даже читать Даже видеть Вообще Это кстати что такое Непонятно Ладно У нас еще есть Две Кассеты При себе Сейчас Слушаем их Это ужас С Масаки Мне очень приятно Что эта передача В последнее время Находит такой Потрясающий Отклик Среди наших слушателей Итак Будем как всегда Читать Да Снова От нашей дорогой Токо На этот раз Токо не написала Чья это история Хорошо Я начинаю Родителей у меня С самого начала Не было Вот я что думаю Я должна защищать Своего брата На этом все Был у меня Лишь младший брат Не было ни друзей Ни родственников Вокруг Каза главная Подобная уже встречалась В предыдущем письме Я не хочу Чтобы история Останавливалась Так что постараюсь Ее прочитать Не отвлекаясь На это Насколько это В моих силах Продолжим Нет Все они ушли Как только я это заметила Остались лишь Я и мой брат Это непростительно Все было Л Л Загнавная буква Гнев мой Извергался На В В На все вокруг Я надеялась На все общение С Несчастье Как я уже говорил Довольно тяжело читать Когда здесь Только заглавных букв Прошу прощения Я продолжу Всегда я писала письма В одно и то же время Вежливо Писала все Что я видела Подобные письма Всегда находят Отлик в сердце читателя Мне нравилось Наблюдать За лицами людей Когда они это читали Будто праздник Принося в наш мир Брат мой Всегда рядом со мной Со встревоженным Взглядом Я держу его за руку Я сделаю то Что не могла раньше Когда брат уснет Забудь все Горе и грусть Часть вокруг меня Люди умирают Интересно Моя ли это вина Увидишь И к тебе Я тоже приду Здесь что-то написано Внизу Ты прочитал Мое письмо Все написано За главными буквами Письмо Ты об этом Или что ты имеешь ввиду Письмо Ладно я поищу его А если найду То прочту в следующий раз Пять из семи Так Это была подсказка Большими буквами Ты прочитал Мое письмо Что нужно прочитать То что было написано Большими буквами Я не уверен Что я все успел записать Да и без ошибок Потому что Меня еще и стук Этот отвлекает Но я Ручку взял Начал тут записывать Так У нас в прошлый раз Была такая Получается В этот раз КЛСЧОСЕ И что это Такая Нет я пока не понимаю Ничего Я может быть Еще не все успел записать Или что-то лишнее записал Потому что нужно было записывать Плюс я играю в темноте Практически полной Чтобы страшнее было играть Плюс у меня еще стук нервирует Плюс еще нужно было успевать Здесь это читать Очень неудобно В итоге получилось Если бы это было Как записка То есть можно было Открыть записку И спокойно себе Там все это Аккуратненько прочитать Было бы Ну в миллион раз Удобнее так Я не уверен Что я вообще Правильно все записал Потому что Какая-то билиберда Получается Может там Может она грамма Может тебе нужно На грамму расшифровать Да вряд ли Учитывая что игра Вообще-то На японском была И вот так вот На грамму Вряд ли еще перевели Смогли бы Сделать головоломку Так что скорее всего Просто какое-то Слово должно быть Или что Ладно не знаю Подождите Что это стукает Первым делом Вон там смотрите Там же кто-то Она исчезла раньше Чем я успел Испугаться Если честно Я уже практически Приготовился пугаться Она вдруг взяла И исчезла Я не успел Если честно Просто она уже Столько тут стукает Что она меня уже Задолбала этим стуком Пока я слушал историю Все слышал этот стук Поэтому испугать Она меня не смогла Я слишком к нему Уже привык Кстати она не оставила Там ничего Может быть она Оставила Там как это бывает Иногда Призрак исчезает И что-то оставляет Нет Это вот тут Где-то она была Или где она была Вот тут она была По-моему где-то Да нет Ничего она не оставила Ладно Слушаем Дальше У нас еще есть Одна кассета Так Я готовлю Сразу ручку Если что записывать Вдруг он будет Диктовать что-то Черт его знает Это ужас из Масаки Спасибо что снова с нами На связи Ваш ведущий Масаки Аникава Думаю те кто слушал Последний эфир Поймут Мы нашли Письмо Я не заметила его Сразу Потому что Оно было Сожато Между документами И так Сегодня Я собираюсь Прочитать его Что же За историю Она сожидает И на этот раз Она от тока Кажется Здесь есть Даже что-то Вроде названия Начнем читать С названия Шикарное название Шесть из семи Че Я приготовился Тут уже записывать Что-то Кассета резко Оборвалась Что было дальше Он собирался Прочесть это письмо Оно лежит Между какими-то Документами Я должен найти его Кстати Может она еще Осталась тут Между прочим Между документами Давайте поищем А где вообще Его скажем так Стол Здесь и другие Работали люди Получается на радио Посмотрим Все Тут в принципе Радиостанция Совсем маленькая У них даже Вообще Микроскопическая У них тут даже По-моему Туалета нет Тут между документами По-моему Только что На что-то Наводился Или мне показалось Черт его знает А это дверь была Вот тут мы Одну кассету Подбирали Кстати говоря Вот эта коробка Не то Нет Так Ну это не документы Это мониторы Он сказал Между документами А не между мониторами Ладно Пойдем еще поищем В туалет Они все видимо В кусты бегают Ну что-то за звук Часы звук такой издают Да конечно месте стоят Че они Звук издают Этот противный А вот там На столе Ладно Это его стол А вот оно Письмо А к бумаге Прикреплена записька Прочти это вслух И узнаешь Почему твой брат мертв А если я не хочу А у меня вариантов Да и нету Подождите А давайте мы Так мы кассеты все Прослушали да Да Диктофон нам Не поможет сейчас Может быть вначале Последнюю кассету Давайте мы домой Смотаемся Хотя что дома Вряд ли мы дома Кассету найдем Я вот думаю Стоит ли оно того Столько морочится ехать Давайте смотаемся На всякий случай Чтобы уже точно знать Что там Мы были Просто когда мы там были У нас не было Ни ультрафиолета Ничего И мы собственно Не искали никакую кассету Может там где-то Что там теперь моргать Начало Кстати говоря Может там мы где-то Допустим Болтарез найдем Ребята Мне кажется Или мне не кажется Смотрите Мне не кажется Там кто-то был Ты кто? Ключ От велосипедного замка Куда она пропала? Или она Это ж она Щипцы Щипцы Не болтарез Мы щипцами там Ключик достанем Понятно Подняться наверх Подождите Давайте пока не будем Рисковать Так лезть туда Хотя давайте залезем Ооо Кассета Нам не нужно домой Нам не нужно больше Домой ехать Все Мы можем сейчас Значит Давайте туда К крысам Так А это лестница Где выход? Выпустите меня Вот Сейчас давайте Значит Едем к крысам Посмотрим Что там Во-первых Потом Вернем сюда И уже будем разбираться Здесь Что нам делать У нас кассета Есть еще С перевернутой Записью В смысле С перевернутой Записью Что наш перевернутый Задом Наперед Может быть Так нам нужно Эту кассету На диктофон Перенести И запустить ее Задом Наперед Чтобы ее Послушать Так Давайте по порядку Вначале Мы едем Туда Куда мы едем Все По порядку Продолжение следует Продолжение следует Так Щипцы Щипцы Вот ключ Так Фонарь Это у нас тоже Магнитофон Тут Получается Только здесь другой С его помощью Я смогу перевернуть Запись на кассете Отлично Давай Я вставил Или я уже перевернул ее Исправленная кассета Теперь я могу ее Видимо послушать Хорошо Так подождите А Зачем мне диктофон Я вот пока что Не понимаю По поводу диктофона Он мне вообще Нигде не пригодился Черт его знает Субтитры Продолжение следует... Так, вначале давайте послушаем кассету. Кассета, может быть, нам что-то прояснит, а то читать ей неизвестно что. Может, там какое-то заклинание или что? Не хочу я. Где? Не понял, а где эта самая? А что он... А как он тут оказался? Не понял. А что он тут? Странно, ладно, допустим... Воспроизвести исправленную кассету... А почему меня спрашивают сейчас об этом? Да или нет? Ну, давай. Тима Танако. Сгорает младший брат, печальный вздох сестры. Танако падает в бессилии. Уходит в одиночестве. И ни одной искры не отыскать во власти бесконечной тьмы насилия. Я вижу монстра. Глубина дыры в душе мешает сдвинуть с места. Остатки сбросила урода сторона. Не оставляет красок и надежды. Лишь кости странника, что гнался долго за собой. Кто изменяется, быть может я. Преображается, быть может кто-нибудь другой. Но даже если монстра ты поставишь около себя, то отражением зеркала ты встречишь только тьму. Я падаю и падаю, но все никак не упаду. А впереди сплошная пустота. Только. Чё-то пропало. Кассет. Масаки умер, потому что прочел его. Не знаю, какой силой обладает это стихотворение, но это нужно изучить. Завтра отнесу в полицию. Уже слишком поздно, я должен вернуться домой. Чё? Куда оно делось, это стихотворение? Зачем диктофон? Носак умер, потому что прочел стихотворение? Почему здесь всё ещё? Диктофон нет, на диктофон записать не нужно. Чёрт его знает. Ладно, идём, что ли? Нам домой нужно ехать, да? Да. Потому что тут ничего не поменялось. Нет, вроде бы. Ладно, поехали, что ли. Здесь больше нечего делать. Я вернусь домой. Брат Масаки Анигавы Харуо принёс мне кассету. Он сказал, если послушаешь её, поймёшь, почему умер Масаки. Я решил послушать. Однако, сколько бы я ни пытался её воспроизвести, ничего не происходило, на ней не было ничего записано. В этот момент Харуо запаниковал. Казалось, он пробормотал про себя, этого не может быть. Внезапно он протянул мне лист бумаги. Масаки умер, потому что прочёл это вслух. В качестве доказательства на кассете есть запись. Как только я взял этот лист, Харуо унёс себя прочь. У него был серьёзный взгляд, но... Неужто он пытался подшутить над полицией? Невозможно, чтобы одно стихотворение, написанное на такой бумаге, смогло убить человека. Если бы такое существовало, это было бы ужасно. Когда я начал рассматривать лист, ко мне подошёл молодой коллега. На что смотрите? Говорят, если прочесть это вслух, то ты умрёшь. Что? Это какое-то суеверие? Вы правда верите? Он засмеялся. Почему бы вам не попробовать прочитать? Почему-то я так и не смог заставить себя сделать это. Я, конечно, ему не поверил, но... Боитесь? Дайте, и я прочту. Усмехаясь, мой коллега взял лист бумаги. Мой коллега сразу же всё прочёл. И ничего не произошло. Я не ожидал, что что-то случится, но всё же почувствовал облегчение. Ничего не произошло. Но, вероятно, это была всего лишь шутка. Только я собирался сказать это, но нет. Коллега неожиданно закричал и рухнул. Он так и не вернулся. Я также заметил, что и лист исчез. О чём же было это стихотворение? Так, ну, это как-то странно. Вообще идея, идея игры очень даже классная. Вот эти вот кассеты со страшными историями, которые чем-то между собой связаны. Какая-то мистическая между ними тайна связывает автора этих историй, которые присылают их на радиостанцию. И нам нужно ездить по разным местам, искать кассеты, решать какие-то головоломочки. Вообще идея просто потрясающая. Но реализация просто ужаснейшая. Просто ужаснейшая реализация. Из этого я даже толком вообще не испугался. Мне понравилось только слушать первые несколько историй и всё. Ужасно всё это плохо реализовано. Но прекрасная идея. А концовку я вообще как-то... Не то, что не понял, но мне кажется, как-то она запорота. Как будто прям вот просто вот слилась и всё. Ничего такого не произошло жуткого в конце, резкого, пугающего. Как-то всё вот это вот как будто уже лень стала автору. Он написал что-нибудь лишь бы закончить. Да и всё. Как-то вот на такую концовочку я не рассчитывал. Я так и не понял, зачем нам диктофон нужен. Я пытался его применить вообще везде, но его применить нигде нельзя. Может быть, надо было прочитать ту записку. Хотя бы мы бы, наверное, умерли просто и всё. И гейм-овер был бы. Я не знаю, ребята. Это идея потрясающая, реализация просто ужаснейшая, скажем так. В любом случае, спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в новых замечательных прохождениях. Пока-пока. И всё же я дико любопытный. Ну не могу я просто бросить и не прочитать самостоятельно. Давайте мы прочитаем. Прочти это вслух и узнаешь, почему твой брат мёртв. Кстати, а что если диктофон попробовать сейчас? С диктоф... Подождите, а вот сейчас у меня с диктофоном допустим. Он включится или нет? У меня в руках диктофон. Не знаю, просто зачем он. Тема Танако. Сгорает младший брат, печаленный вздох сестры. Танако падает в бессилие. Уходит в одиночестве ни одной из крыний отыскать во власти бесконечной тьмы насилия. Я вижу монстра. Глубина. Дыры в душе мешают сдвинуть с места. Остатки сбросила урода сторона. Не оставляет красок и надежды. Лишь кости странника, что гнался долго за собой. Кто изменяется, быть может я. Преображается, быть может, кто-нибудь другой. Но даже если монстра ты поставишь, то отражение зеркала ты встретишь только тьму. Я падаю и падаю, но все никак не упаду. А впереди сплошная пустота. Тока. Вау. Так. Ага, выйти я не могу. И что, я просто утону и все? Я вот просто сейчас утону и все? А если диктофон у нас... Для чего диктофон? Черт его знает. Диктофон? Меня зовут Каруа Ника, вы ни в коем случае не читаете тьму Танака. Если сделаете, то умрете. У меня осталось и так много времени. Это он записал на диктофон. Диктофон. Твою дивизию Но никто не знает, каким было оригинальное стихотворение, потому что тьма, однако, изменена многими людьми, да? Так это стихотворение? Нет, что мне делать? Меня обманом заставили прочитать это вслух У-у-у, и стих здесь Это не смешно, а что если кто-то это прочитает? Нет, покойся с миром, лол А вы знали, что нашли запись, в которой говорится, чтобы никто не читал тьму Танака? Впервые слышал о тьме Танака, крыша едет Я собираюсь прочитать это Остановись, серьезно Да просто дай им делать то, что они хотят, они все равно прочитают А кто сделал ту запись, что с ним случилось? Как я слышал, человек прочитал тьму Танака и сразу сделал запись, потому что считал что-то опасно Не стоит читать это, если прочитаете, то обречены Одно и то же Дайте больше конкретики о том, что произойдет Разве это не круто? Респект Тот, кто прочитает вслух тьму Танака, умрет Вот тебе конкретика Итак, для этой игры есть еще одна концовка И чтобы ее получить, мне пришлось вообще полностью перепроходить игру Дело в том, что тут нужно дойти сюда Вот до этого момента Это почти конец, но без диктофона В предыдущий раз, получается, мы на диктофон записали послание людям о том, чтобы они не читали вслух стих Сейчас я прослушал 6 кассет, получается, от 6 из 7 И теперь мы просто, вот у нас нет диктофона, мы просто читаем стих без диктофона Прочти это вслух и узнаешь, почему твой брат мертв Тьма Танака, сгорает младший брат, печальный вздох с сестры Танака падает в бессилие Уходит в одиночестве и ни одной из крыни отыскать по власти бесконечной тьмы насилия Я вижу монстра Глубина дыры в душе мешает звенуть с места Остатки сбросила урода сторона Не оставляет красок и надежды Лишь кости странника, что гнался долго за собой Кто изменяется, быть может, я Преображается, быть может, кто-нибудь другой Но даже если монстра ты поставишь около себя То отражением зеркала ты встретишь только тьму Я падаю и падаю, но все никак не упаду А впереди сплошная пустота Только Это то же самое, что в предыдущей концовке Только что ж теперь мы не сможем послание людям записать Получается Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Харуа мертв Я слышала, что утром он отправился Искать причину смерти своего брата Почему он? Мы были женаты Он не мог умереть так просто Оставив меня позади Я должна выяснить Почему он умер Субтитры делал DimaTorzok